А мы знали, что каждый проданный завод это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый, появившийся частный собственник России, это необратимость. Это необратимость. Капитализм. Счастье. Заметь. На протяжении десяти лет, когда проезжал по Буденновскому проспекту, периодически поглядывал на красивое здание из красного кирпича, думая, вот бы попасть туда внутрь. Мне было известно, что это территория виноводочного завода, и он уже давно не работает. Но охраняем, и никому из городских исследователей еще не доводилось туда попасть. Я пробовал официальными тропами, но получал отказ. Пробовал не совсем официальными. Тоже неудача. В конце концов, решил отложить эту затею до лучших времен. Например, когда начнут сносить или переделывать. Обычно в такие моменты намного проще попасть на объект. Шли годы, но с заводом ничего не происходило. Пока в 2020 году на его территории не разместилась ярмарка, которая была перенесена сюда из другого места. Пожалуй, лучше шанса и не придумаешь. Поэтому надо отправляться в путь и поглядеть, что же там было спрятано за забором все это время. Редактор субтитров А.Семкин областным комитетом по охране памятников в 2019 году было составлено охранное обязательство по этому объекту. Однако, зная, мягко говоря, нехорошую практику этих обязательств, составляемых через очень много лет после включения объектов в список, не станем ему сильно доверять. Тем более, что к свидетельству этому не прилагается никакой исторической справки. И единственное, что касается истории комплекса, это только даты возможного введения в строй учреждения, которое при рождении называлось «казенные винные склады». Откуда эти данные появились в комитете, я не знаю, но если откроем Приазовский край за лето 1900 года, увидим картинку уже выстроенного заведения. Государство давно осознало потребность упорядочения хмельных доходов. К тому же, давно назрела необходимость и в отрезлении общества, так как в газетах печаталось каждый день все больше и больше объявлений о преступлениях, совершаемых на алкогольной почве. Одним из первых шагов правительства в решении хмельных проблем было запрещение вывесок на трактирах и кабаках. Ростовские ведомости в 1886 году пропечатали следующее заявление местных властей, подхвативших правительственную инициативу. Городская управа решила не допускать никаких вывесок, которые напоминали бы уничтоженные кабаки. Решено оказать самое энергичное содействие введению в жизнь новых правил и всячески противодействовать стремлению некоторых предпринимателей ввести тот же кабак, только под другим названием. Мы знаем, что в том же Ростове существовали производства спирта и водок. Это были фирмы Токарева, Мошонкина, Трифонова и многих других. Но это были крупные производители. А была еще масса винокурин, пивных производств и тому подобное. Государство решило на все наложить руку, не запрещая этих производств, но наложив обложение продаж водки акцизом. Насколько можно понять, цена товара для покупателя подросла, а объем продаж, теоретически, должен был уменьшиться. Совершилось это или нет, но по всей России стали строиться так называемые казенные винные склады, где по сути спиртное не складировалось, а производилось так же, как и участника, но продавалось уже с тем самым акцизом. Именно в эти годы появился народный термин «казенка». Вот она, вернее, пустая тара из-под нее. Был разработан типовой проект такого предприятия, рекомендованный для постройки в разных городах страны, который с очень подробным описанием разместили на страницах журнала «Строитель» в 1898 году. Похожее здание еще можно встретить в нашей стране. По проекту выходило, что завод был рассчитан на 600 тысяч ведер продукции в год. К слову сказать, ведро звучит, может быть, и забавно, но дело в том, что такова была старая русская официальная единица измерения объема, равная по нашим меркам приблизительно 12 литров. Путем несложного расчета можно увидеть, что предполагалось выпускать достаточно много. Для города с немногим более 100 тысяч населения, 200 грамм в день на каждого жителя – это немало. Всего было разработано несколько подобных типовых проектов, с различной производительностью, начиная от 100 до 600 тысяч ведер. Выходит, что в Ростове был построен самый большой из возможных. Работало в этом предприятии на конец 1905 года 84 человека. В советский период завод продолжал работать, и вот теперь, простоявшее уже 120 лет, грандиозное здание пустует. Акциз завод породил, акциз его и погубил. В начале 2000-х, когда шла полным оборотом война водочных олигархов, был брошен клич об некой очередной системе защиты водочной бутылки от подделок, для которой было необходимо приобретение дополнительного многомиллионного оборудования. Официально по этой причине Ростовский виноводочный завод и прекратил свое существование. Неофициально же, может кто-то еще помнит убийство директора завода, после которого выпуск продукции и прекратился. Не помогли даже связи с высшими людьми, если вы понимаете о чем я. Бизнес, ничего личного, дружба дружбой, а табачок в рознь. Как итог, здание пустует, и благо, что оно признано памятником. Иначе, при всем известном отношении к пустующим местам, здесь бы уже установили нечто огромное, стеклянно-панельное и совершенно безликое. Почти такое же, как то, что напротив, через дорогу, превратило парк строителей в придомовую территорию. Сегодня мы можем спокойно зайти во двор бывшего завода и посмотреть на то, что увидеть еще недавно было вне наших возможностей. Первым делом надо измерить температуру, ковид же. Если кто воспримет серьезно, то это шутка. Градусник висит еще с советских времен. После КПП идет центральная дорожка среди елей, высаженных наверняка в тот же период, так как мы прекрасно знаем, что ими часто украшали территории предприятий в СССР. Продолжение следует... Первым делом решили попасть в бывшую котельную, о чем намекает труба и здание рядом, на котором были всевозможные советские таблички, которые подсказывали нам предназначение постройки. А вообще, когда прекратил он работать полностью, чтобы прямо все... В 2008 году уже не работали. Если я не ошибаюсь, это про этот завод, где, по-моему, директора то ли убили, то ли... Увы, от котлов остались лишь груды кирпича, да и только. Интересно, какие именно здесь стояли? Еще тех времен, например, с какого-нибудь корабля? Или же стандартные, советские? Ответ на этот вопрос мы уже не получим, поэтому пройдем в лабораторию. Лабораторию котельной, а не заводскую. Уточню на всякий случай. Для тех, кто ничего не знает по этой теме, у каждой котельной были свои лаборатории, где проводился анализ состава воды, ее качества и так далее. Уцелевших вещей обнаружено мало. Видимо, вынесли все в тот же период, что и котлы. Но кое-что все-таки еще есть. Старые плакаты на стенах, календари, журналы и прочий бытовой хлам. Даже духи. Приятно. На этом все. Отправляемся в склады. Благо, что вход в них был открыт, так как там работала комиссия. Пошли дальше. Комиссия это осматривает здания, делает пробы грунта. Для чего? Все очень просто. Недавно заявили о том, что собственник хочет устроить здесь очередной торговый центр. Но для этого надо получить десятки бумаг, так как постройки теперь являются памятником архитектуры. Мы старались не мешать экспертам, но они сами заметили нас, спросив, кто такие и что тут делаем. Решили ответить прямо, после чего они заинтересовались и попросили дать ссылки на наш проект. Все это помещение склада, где когда-то хранилось вино. Было оно в огромных бочках. Можно даже увидеть выемки под них на верхнем балконе. Но бочки эти исчезли, так как представляли большой интерес у тех, кто их сдал на металл. Самое интересное то, что почти все здания сохранились в первозданном виде. Их почти не трогали в советское время, не успели изуродовать в наше. Лишь кое-где можно заметить на воде или латке. А так в целом все оригинальное. Это вообще вход в разливочный цех. Главный корпус Буденовский, но мы отсюда зайдем. Здесь отзыва тоже проходит. Настал черед самого интересного. Главного производственного корпуса, который как раз выходит фасадом на Буденовский проспект. Честно сказать, даже немного волнительно. Столько лет мечтал попасть сюда. А теперь в шаге от этого. В прямом и переносном смысле. На входе нас встречает большая этикетка из прошлого. Говорят, дворцовая была самой продаваемой и при этом качественной водкой. Я не застал тех времен, да и к крепкому спирному никак не отношусь. Поэтому буду верить старожилам. Сбоку располагаются помещения санузла и душевых. Поэтому можно встретить советские аппараты для сушки рук. На одном из них заметил автографы местных организаций, любителей старины. Ну, так понимаю, это все раздевалки, раздевалки, туалеты, вон даже еще полотенце висит. Душевые. В общем, АБК. Мини. Мини-мини. Даже эти, слышишь, советский Донбасс. Дворцовый дом, батюшка, водка. Сюда, видимо, нельзя, да? Мне пока никого нет. Блин, не знаю. Ладно, давай, лучше спросим. Доброе утро. Пока. 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 итак первый производственный зал все основное оборудование и главный конвейер стоял именно здесь как видите и след простыл тишина и пустота и некоторые вещи на подоконниках столах и стульях а здесь стояла что-то аж под два-три этажа высоту судя по размерам дырок металл вещь очень нужная особенно если хочешь навариться на нем видимо тоже когда-то бочки стояли судя по вот этим кругам ну как в принципе нам и сказали что это был главный цех разлило все шланги уже все вычищено под 0 документы бумажки то все гофры от противогаза так тут больше ничего интересно зачем откапывали вот это вот вот горловали явно что-то шкафчик некоторые переходы между основными производственными площадками сделаны виде арок выглядит это достаточно симпатично пустота 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 можно посмотреть крышки жестов водка томат плава экстра тут заготовки видимо санчасть клизмы что-то другое что-то другое что-то другое наклейки эти на бутылке все анонс г Оно, вот собственно, золотые мотки, настойка Кыданская чаша, может быть настойка Это, видимо, чьё-то не трогаем Тут уже всё новодельное, плитка новая Такая резная, какая лестница интересная Скрипит, правда, всё Ну, тут пустота тоже Идём дальше Очередные производственные площадки, но уже меньших размеров Вместо просторных залов теперь длинные коридоры И снова интересные арочные проходы На каждом окне имелись решётки, а на них замки Интересно, как быстро можно было найти ключ от того или иного, когда тут их десятки? Оставшиеся помещения были совсем пусты, поэтому решили пройти без остановок до самого конца здания Оказавшись буквально перед той самой трубой от котельной Здесь также стояло оборудование, но теперь лишь пустоты вместо него Которые бы не хотелось случайно провалиться Пришёл черёд административной части Которая ведёт вот такой забавный коридор до крыши Здесь, судя по всему, был архив Сильно копаться не стали, так как интересного было в этом мало Отчёты, справки и так далее Как же поедет в детали, это актовый зал Выходим в просторное помещение неизвестного назначения Эдакий огромный чердак Оказывается, здесь хранились прокладки для крышек и прочая мелочь Когда свет попадал на них, то казалось, что это монеты Можно прыгнуть в кучу, представляя, что купаешься в золоте Как в том советском мультфильме Ещё! Да ещё! 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 Включайся! Почти! Довольно! Помогите! Помогите! Ага, вот он Яхтовый зал И вот уж чего, а этого точно не ожидал Тут же находится яхтовый зал Да, прямо на чердаке Боковые помещения были приспособлены под раздевалки Но это, скорее всего, случилось уже в 90-е В самой крайней комнатке валялись какие-то документы и книги В перемешку с технической документацией Несколько взял себе на память, дабы изучить историю предприятия более подробно Субтитры создавал DimaTorzok Заходите в друзья Диана Вернемся в актовый зал Посередине стоит стол, который засыпан непонятными черными гранулами Трогать руками не стал, лишь сфотографировал Может быть уголь для очистки воды Ну и последнее, элементы интерьера Все очень скромно, два зеркальца и ряды стульев Которые до сих пор можно встретить в каждом втором сельском доме культуры Прямо отсюда можно спуститься в бухгалтерию и прочие административные помещения Что сейчас, собственно, и сделаем Как интерес свежие Угу, интересней Различная оргтехника из нулевых Выглядит очень лампово Старые компьютеры, мониторы, сканеры, телефоны Даже телевизор имеется Правда, непонятно, как он тут оказался Продолжение следует... По соседству располагалась бывшая АТС Которую разобрали под ноль Напоследок заскочил к директору У которого на первый взгляд было все очень скромно Если бы не фальшшкаф Открыв который, оказался в помещениях Где была своя собственная Пухня, душ и даже баня Вот так директор мог отдохнуть Ну или спрятаться в случае чего Душ, туалет, раковина, все Второй выход Куда у тебя бухгалтерия была? Ага, да, да, да На случай Чуть-то вот такого не было Да А так-то здесь и не видно, что кто-то здесь старает Она все подмерет и все равно А я видел, что-то похоже, какая советская Тоже стенка стоит Да Видно, что дверца, она выделяется Среди всех остальных Думаю, что-то я здесь на то Похожу, по-моему, родительница Бах, прокос, глупо На этом наша прогулка по главному корпусу подошла к концу Выбираемся обратно на улицу И подходим к зданию уже с другой стороны Данная постройка неизвестного назначения была пуста Поэтому фото и видео оттуда нет Зато запечатлел акцизный склад Откуда еще каких-то 20 лет назад отгружалась продукция почти на всю страну Но самое интересное внутри этого склада Я так понимаю, лента вот здесь была или где-то там дальше? Где-то, где подъемники были, они спускались в подвал И в подвале лента А, по подвала Была лента, сейчас ее там уже нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оказывается, владелец территории любит всякие подобные вещи Что-то коллекционирует и даже интересуется историей Поэтому и решил поставить самолет во дворе Тоже никаких тайных заговоров, как многие успели придумать Только одно непонятно, почему именно немецкий? С приходом приватизации в стране погибло практически все производство Это был лишь очередной пример Очередной гвоздь в крышку гроба Помните, что двигатель экономики заключен не в парикмахерских и кафешках Не в кредитиках и ипотечках Не в торговых центрах, которые уже и здесь хотят обустроить А в промышленных объектах Именно благодаря им у рабочих появлялись свои квартиры Строились сады и школы, больницы и ДК И самое важное, сотни и тысячи рабочих мест И все это было не частным, а государственным Та самая классика Вопрос о собственности на средства производства Когда один вид частный дает один результат А другой всеобщий, совсем другой Возможно, что кто-то скажет, что в конкретном случае хорошо Что такой завод закрылся Народ меньше будет спиваться Но нет, не будет Дело тут в осени в заводе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»